А теперь давайте перенесемся на 30 лет, в 1993 год. И рассмотрим вторую модель, это третий пункт, модель Ричарда Линкса. Ричард Линкс – преподаватель богословия в богословской семинарии Гордон Конвелл, а также автор прекрасной книги под названием «Ткань Писания». Которая является введением в евангельское богословие. В списке рекомендованной литературы этот источник имеется. Опубликована она была, как я уже сказал, в 1993 году. Автор – специалист по систематическому богословию, признающий ценность библейского богословия. По его мнению, систематическое богословие в полной мере основано на особом откровении, то есть на Священном Писании. Он пишет, цитирую, «Сущность богословия составляет герменевтическое взаимодействие, то есть интерпретационное взаимодействие между текстом и толкователем. При этом ключевым для данного взаимодействия является признание толкователем, то есть рецепиентом библейского текста, наличие трех интерпретационных аспектов, учет которых при чтении Писания является необходимым условием. В своем утверждении Линкс опирается на ранние работы Эдмунда Клауни, в частности, проповеди и библейское богословие. Смотрите библиографию. Когда читаешь таких авторов, как Линкс, и понимаешь идеи, кого из предшественников они развивают, задумываешься о себе и о тех, кому своими подходами обязан ты. Итак, вот какие интерпретационные горизонты или аспекты выделяет Линкс. Первый из них — текстуальный или текстовый. Иначе говоря, речь идет об области нашего внимания. Текстуальный аспект для толкователя — это некий ограниченный текстовый фрагмент. Основная задача здесь заключается в том, чтобы выяснить, о чем он повествует. К каким темам данный текст обращается, а к каким — нет. Автор приводит пример из 32 главы книги «Исход». Повествование о золотом тевце, о том событии, которое возмутило Моисея настолько, что он разбил скрижа Лизавета. Моисей вступается пред Богом за свой непокорный народ, дабы Бог не предал его суду и не истребил с лица земли, чтобы затем произвести от Моисея и его семьи новый народ. Книга «Исход», глава 32. В данной части книги напрашивается вывод о том, что мольбы Моисея дошли до Бога, и он отвратил от народа свой гнев. Надо сказать, что это один из любимых текстов приверженцев открытого теизма. Линкс утверждает, что при пристальном взгляде на текст становится понятно, что он не об изменчивости Бога, не о том, переменчив ли Бог или постоянен. Речь идет не о божественном атрибуте как таковом. Итак, центральным моментом в «Исходе 32» является не способность Бога меняться, а заветное посредничество. Какими качествами должен обладать посредник между святым Богом и грешным народом? Кто в условиях завета может выполнять эту посредническую функцию, то есть выступать в роли ходатая? В обсуждаемом отрывке этой фигурой служит Моисей. Видя в нем ходатая посредника, мы одновременно с этим предвкушаем появление на исторической сцене несравненно более великой фигуры – Иисуса Христа, того, кто больше Моисея. Таким образом, текстовые рамки помогают нам установить, в чем суть исследуемого текста. Тем не менее, следует отметить, что, несмотря на то, что изменчивость как божественное качество здесь не актуализируется, любой текст приводит нас к определенным выводам, то есть предполагает некое выводное знание. Поэтому, даже если в исследуемом фрагменте акцентируется иная тема, почву для умозаключения относительно интересующего вас вопроса он все равно может дать. А это значит, что толкование данного отрывка не должно ограничиваться лишь извлечением его основного смысла. Ведь, скажем, для изучения темы постоянства, неизменности Бога, этот текст, в числе многих других текстов, будет представлять собой для нас явный интерес. Еще одна важная мысль автора заключается в том, что при должном учете текстуального аспекта не следует каким-то образом преобразовывать символы и образы данного текста и превращать их в некую абстракцию. Вот что он пишет. Библию нельзя очищать от символики, формируя на этой основе некое высушенное богословие, а затем наполнять его символами современной культуры. Размышляя над этим, я попытался подобрать наглядный пример. Говоря о книге в целом, хотелось бы, чтобы в ней было больше пояснений, чтобы за прекрасными мыслями автора следовало слово «например». Это, кстати, касается любой письменной работы. Снабжайте свое утверждение соответствующими примерами. Выражение «в Библии написано без последующей ссылки на данный стих» или «стихи». Выглядит неубедительно. И в этом смысле за свою работу Линкс рискует получить неуд. Вот что предлагаю я. Возьмем, к примеру, утверждение, что Иисус – Господь. Это проповедовал апостол Павел, это проповедуем мы, Иисус – Господь. Второй Коринфянам 4. Слово «куриос» – «Господь» изобилует смысловыми оттенками. Оно сразу возвращает нас в Ветхий Завет, где «Яхве» обозначает Господь, Бог Израиля. При этом в Новозаветную эпоху Господом называют Кесаря. И все это нельзя не учитывать, когда Господом мы называем Христа. Данное слово служит языковым выражением того, на верность, кому мы присягаем. Называя Иисуса Господом, мы определяем суть своего мировоззрения, смысл своей жизни. Однако давайте попробуем разоблачить, так сказать, этот символ, этот образ. Давайте как бы очистим его и превратим в абстрактное «Иисус – лидер». Итак, вот такому преобразованию я его подверг – лидер. А теперь давайте придадим данному понятию более современный вид и скажем, что Иисус – генеральный директор. Иисус – ваш гендиректор? Начальник? Босс? Видите, откуда это у проповедников? Разумеется, ключевое отличие в том, что директор работает на контрактной основе, а Сын Божий нет. Никаких других претендентов на это место быть не может. И так далее. Вот это, как мне кажется, и пытается донести до нас линкс. С какой легкостью мы подчас лишаем библейские образы и символы их потенциала. Еще немного по этому поводу. Возьмите на заметку при выполнении письменной работы. Существует словарь-справочник, который называется «Словарь библейских образов». Словарь библейских образов. Откуда можно взять хороший дополнительный материал по темам «Сыновство», «Исход», «Искупление». Однако это не единственная область, не единственный аспект, который требует богословского анализа. помимо «Текстового аспекта», есть также и «Исторический» или «Эпохальный» аспект. Это действительно так, ибо, сюжетно развиваясь от бытия до Откровения, Писание показывает, цитата, что раскрытие Божьего Искупительного Откровения происходит поэтапно в контексте разных эпох. Иначе говоря, единый план Божьего Искупления предполагает этапы. При этом автор показывает, что новозаветные писатели это осознавали. Божье взаимодействие с народом происходит постепенно. В своей мысли Линкс подтверждает примерами, что служит большим плюсом. Римлянам 5. Апостол Павел. Его аргументация с использованием противопоставления Адама и Христа. Через первого в мир вошли грех и смерть посредством второго спасения и восстановления. Причем, если проанализировать текст 5 главы, то, согласно Линксу, Павел, во всяком случае, в данном фрагменте рассуждает в контексте до законной эпохи и после законной эпохи. Глава 5, стих 13-й. «Ибо и до закона грех был в мире». Таким образом, Павел выделяет «до» и «после». Другой пример взят из послания Петра. 2 Петра 3. Здесь, в ответ на скептицизм и насмешки, апостол Петр рассуждает о том, почему Господь еще не возвратился. Петр говорит, «Не медлит Господь исполнением обетования, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Согласно Линксу, Петр представляет свою аргументацию в исторической перспективе до потопа, после потопа и грядущего мира. Оба эти примера призваны показать, что библейские писатели осознавали поэтапный характер реализации искупительного Божьего плана. Свой последний пример он берет из книги «Деяний», 7 главы. «Деяние 7». Это речь Стефана перед Синедрионом. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. Так вот, в своей речи Стефан делит время на эпоху до патриархов, Авраама и других, эпоху Моисея, то есть эпоху патриархов и монархическую эпоху. «Время правления Давида и Соломона». И этот пример еще раз подчеркивает понимание библейскими писателями и историческими лицами того, что Бог притворяет свой замысел в реальность постепенно. И последний, из выделяемых автором аспектов библейского толкования, является канонический аспект. Главная цель здесь, по словам Линкса, выявить и показать преемственность между Божьими обетованиями и их исполнением. Это то основное, что связывает воедино все эпохи. Итак, связующую функцию выполняет динамика пары обетования-исполнение. В своих текстах библейские писатели выражают уверенность в том, что Бог был верен своим обетованиям в прошлом и непременно исполнит их в будущем. Модель обетования-исполнение – это красная нить, которая сплетает в единое полотно всю совокупность библейских текстов, во всем их множестве и разнообразии. Более того, и исполнение данных обетований тоже может быть многогранным. Так Божье исполнение обещания Аврааму о многочисленности потомства первоначально выразилось в рождении Исаака. Но это было лишь начало. Почему мы делаем такой вывод? Потому что от Авраама в конечном итоге произошел весь израильский народ. Далее, в эпоху Моисея, исполнение этого обетования выглядело глобальнее. Израиль становится народом. И еще более крупномасштабным, согласно Линксу, исполнение данного обетования становится в эпоху Христа и Церкви. При этом полностью оно исполнится тогда, когда Бог сотворит новое небо и новую землю. Иначе говоря, рассматривая Писание с точки зрения всего канона, мы наблюдаем в действии такой феномен, как типология. Типология обетование и его исполнение в пространстве и времени. Термин типология происходит от греческого слова, которое Петр и другие писатели неоднократно употребляют в Новом Завете. Тип, модель, паттерн. Типос. В Ветхом Завете в качестве типа может выступать человек, действие или институт, как некое установление. Например, Моисей, исход, жертвоприношение соответственно. Ваши письменные работы во многом являются упражнениями по типологии. Исполнение обетования представляет собой антитип. Во всех приведенных выше случаях это Христос. Первоначальный человек или феномен это тип, тот, кто превосходит его, это антитип. Так, по мнению Линкса, Моисей, это тип Христа. Он представитель народа, но когда этот народ согрешил, вспомним историю Моисея, Бог не принял его жертвы за всех и подверг народ наказанию. После Моисея людей появился другой представитель, более великий, чью жертву Бог принял. И жертва это крестная смерть Христа. Далее Линкс предлагает ряд вопросов к тексту. К тексту в целом, как к канону. Первый из них звучит так. Как бы вы определили главные темы Писания, имеющие основополагающее значение? В своей книге он выделяет несколько подпунктов, но зачитывать их я не буду. Вы можете ознакомиться с ними самостоятельно, если захотите углубиться в данную тему. Книгу Линкса я настоятельно рекомендовал бы вам приобрести, только помните, что примеров в ней нет. Второй вопрос. Каковы структурные взаимоотношения между главными темами? Каковы структурные взаимоотношения между главными темами? Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Итак, главные темы, структурные взаимоотношения между ними? И в-третьих, каково значение этих взаимоотношений между главными темами в Писании? Насколько значимы взаимоотношения между выделенными структурными единицами? Вопросы хорошие, но, как я уже отмечал, было бы полезно снабдить их примерами. В конце книги есть одна глава, в которой он как раз и рассматривает эти вопросы. Вы можете купить поддержанную книгу или отксерокопировать только эту главу. Проблем с Куперайтом в этом случае не будет. Однако есть в ткани богословия еще один минус. И заключается он в том, что автор не показывает, каким образом три названных аспекта текстовый, эпохальный и канонический, которые следует учитывать при богословском анализе Библии, связаны с систематическим богословием. К счастью, 10 лет спустя Линкс пишет статью для журнала «Современная реформация», которая в библиографии тоже есть, где он предлагает систематический взгляд на богословие. Именно так статья и называется. Буквально несколько слов об этой статье, а потом я отпущу вас на перемену. Линкс замечает, причем совершенно справедливо, что если Библия не является единым целым, то никакого систематического богословия быть не может. О какой системе можно говорить, имея совокупность разрозненных текстов? Автор говорит, цельность Библии обеспечивает история искупления. Вот почему богословы говорят об истории искупления или об истории спасения. Цельность Библии придает истории искупления, в которой искупление представлено как основной сюжет, а три единый Бог как главный герой. В попытках определить, в чем заключается задача богословия и мастерство богослова, Линкс выделяет четыре раздела богословия. Это экзогетическое богословие, библейское богословие, систематическое богословие, а также пастырское или прикладное богословие. богословие. И в данной схеме взаимодействие библейского богословия и систематического богословия определяется так. Библейское богословие предпринимает хронологический подход с точки зрения развития библейского сюжета, тогда как систематическое богословие предпринимает логический тематический подход. Он считает, что эти два подхода, что созвучно представлениям Мюррея, Восса и других его предшественников, взаимодополняют друг друга. Так библейское богословие помогает богословию систематическому правильно определить пропорцию. Дабы систематический богослов не поместил все библейские темы на один уровень, библейское богословие помогает систематическому богословию увидеть собственно библейский акцент. И, на мой взгляд, это абсолютно правильно. Ну что же, а сейчас я предлагаю разойтись на перемену. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»